МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В основных вне Сергей Абухов достиг отметки в 900 забитых мячей. А во-вторых, соперники выдали увлекательный хоккей с интригой, достойной финалов. Красногорцы вели 3-0, но Родина сумела их догнать и вполне могла рассчитывать на ничью. Но ее у кировчан отнял бывший же их игрок Алмаз Мергазов. Зоркий выиграл 4-3 и стал готовиться к встрече с Трубником. Родина же отправилась домой, намереваясь отыграться на старте. Это был самый массовый выезд болельщиков старта в Киров. Гостевой сектор заняло порядка 100 человек. Приехать помогло руководство Нижегородского клуба, которое было явно раздосадовано последним домашним проигрышем от уральского трубника. Вот и пришлось добавлять 12-го игрока, чтобы попытаться обыграть Родину. Забегая вперед, следует отметить, гости в четверг доставили хозяевам массу проблем. Конкретно о них высказался капитан Кировчан, сумевший достаточно четко описать ход непростой игры. Наверное, надо, прежде всего, признать то, что соперники с ним были настроены, то есть на победу, и где-то, знаете, нас эмоции зафиксули, то есть, особенно в первом тайме, думали сейчас с первой минуты бас возьмем, там, забьем сразу несколько голов, все остальное, но не получилось. Соответственно, матч перетек в такое русло, что точно кость пошла. Ну, слава богу, что хорошо заканчивается, как говорится. Хорошо, что хорошо заканчивается, вот так и получилось. Ну, я думаю, что во втором тайме полностью владели инициативой, то есть их переиграли, опять же, не забитые моменты, не забитые пенальти, то есть, так что, в принципе, они, кроме пенальти, во втором тайме ничего не создали. А вот, каким было мнение других главных действующих лиц матча. С Кировской Родиной мы встречались еще перед сезоном в товарищеских матчах, и уже тогда, я скажу без всякой лести, мне очень понравилась игра Родины, и я еще до чемпионата считал ее, наверное, одним из фаворитов этого чемпионата. Так оно и выходит, так оно и происходит на самом деле. Поэтому сегодня я достаточно серьезно настраивал команду, наш тренерский штаб, ребята, это удалось донести до ребят, поэтому была такая боевая мужская игра, где удача была на стороне Родины. Хорошо, что у нас есть Сергей Амухов, который сегодня реализовал свои моменты, я помню партнерам, и за счет этого мы сегодня в атаке смогли забить вот эти важные два мяча. Ну а в обороне все старались, все двигались, и очень важна победа в плане, ну, таком, стратегическом, что ли. Со слов наставника Родины, взятые три очка фактически открывают команде дорогу в восьмерку. Тем более, что кировчане на данном этапе чемпионата провели больше всех матчей, 17, и поэтому с текущего третьего места их могут потеснить. Но мы надеемся, что перед плей-офф позиции Родины окажутся достаточно высокими. Далее о лыжах, а точнее о рождественской гонке, ежегодно проводимой в праздники и неожиданно совпавшей с приходом крепких морозов. Спасаясь от обморожений, участники, тем не менее, в большом количестве вышли на старт. Всего их насчитывалось около 500. В первый день, в зависимости от возраста, им предстояло преодолеть дистанции от 2 до 10 километров классическим ходом. Рождественская гонка примечательна тем, что она служит неким прологом зимнего сезона. Поэтому на лыжне обычно завязывается нешуточное соперничество, в том числе и с приезжими спортсменами. Нынче они были представлены лыжниками из Москвы, Тюмени и Татарстана. По спортивному, если по отношению ребят, то она самое высокое место занимает. Потому что хорошее награждение, интересное награждение, борьба интересная. И все участники сильнейшие здесь. Во второй день после отбора в спринтах уже определялись победители соревнований. Из 12 первых мест большинство досталось амутнинским спортсменам. У них 5 чемпионов. Неофициальное командное серебро – уздюшор номер 3. Остальные 5 наград высшей пробы разделили между собой кировские лыжники и наши гости. Почти как итоговый турнир в большом теннисе, в настольном тоже есть аналог матчей сильнейших игроков. На уровне нашей области эти соревнования называются у женщин топ-8, а у мужчин топ-16. Зачем они проводятся и кто на них выглядит лучше остальных, расскажем прямо сейчас. За сезон теннисисты отыгрывают порядка 30 внутренних турниров. Но под номером 1 в начале января всегда значится выход к сетке лидеров. У сильной половины попадания в топ-16 происходит по рейтингу, который мужчины набирают за год. Состав участников разношерстный, существует и некое деление по силам. Так ниже восьмого места в основном располагаются возрастные игроки, не претендующие с года в год на данном турнире на сенсационное выступление. У нас же не профессиональный спорт здесь по настольной теннису, а любительский, поэтому естественно и тренируется меньше уже, как любители тренируются. А вот так очки в свою пользу зарабатывает игрок, возглавляющий топовый список. Это Юрий Павальчук, юноша, который в последние годы утвердил себя в роли главной звезды областного настольного тенниса. От него, как он сам признается, он получает удовольствие, но между тем Павальчуку приходится и заниматься им профессионально. В неделю 3-4 тренировки разбиты регулярным непосещением игрового зала. В теннисе же задействованы все группы мышц, и чтобы хорошо летел мяч, нужно у него вкладываться. А чтобы вкладываться, нужно, чтобы была сила. Поэтому, ну, немного зала тренажерного. Павальчук – один из трех фаворитов турнира и твердый кандидат на попадание в сборную области. Состоящая из трех теннисистов, она в середине января должна отправиться на личный взрослый чемпионат Приволжского округа. Для таких, как Юрий, он служит идеальной площадкой для повышения мастерства владения ракеткой. Прошлогоднее выступление принесло ему игровое и моральное удовлетворение. Он попал в тридцатку сильнейших, обыгрывая даже более рейтинговых соперников. Как будет на этот раз, теннисист не берется предсказывать. Основным для него в наступившем году будет успешная игра на окруженном турнире среди своих сверстников. На следующей неделе пройдет праздник звезды вятского спорта. На нем по традиции наградят лучших спортсменов области. В числе избранных вновь Владислав Скобелев, выступающий на турдеске, и Алексей Суворов, отбегавший чемпионат России по конькобежному спорту в классическом наговорье. Эти соревнования являлись отборочным этапом на континентальное первенство. На сплинтерских дистанциях наш земляк показал неплохие результаты. На пятисотке он был восьмым, а на дистанции полторы тысячи метров пятым. А вот на стаирской дистанции пять километров он показал только двенадцатое время. И по решению тренерского штаба Алексей Суворов не принял участие в забеге на 10 километров. Победителем чемпионата России стал Денис Юсков. И закрывая тему звезд, немного коснемся прошедшего баскетбольного шоу «Киров Олл Старс». Различные конкурсы для зрителей, розыгрыш призов и вариации бросков баскетболистов. Вот та малачая шоу, которая устраивается уже в четвертый раз. Гвоздем программы, как всегда, служил поединок с участием сильнейших игроков области. Их было 22. Одни уступают на региональном уровне, другие перешагнули его и продолжают карьеру в российских клубах. Матч всех звезд изобировал яркими моментами, а игроки не упустили возможность блеснуть незаурядным мастерством. В итоге красивый поединок «White и Black Teams» завершился победой белых 103-92. На этом у меня все. Ровно через неделю в это же время, как обычно, мы подведем новые спортивные итоги. Болейте за наших и до встречи на каналах России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова